Когда Господь вознесся на небо, апостолы смотрели и радовались. Вроде бы плакать надо, любимый учитель их покидает, а они места себе от радости не находили. Они так долго смотрели на небо, что им явились ангелы и сказали, что стоите и смотрите. Одно дело слышать, а другое дело видеть. Ведь апостолы слышали от Христа о рая, теперь своими глазами увидели, как Господь туда возносился. И значит, все, что Он сказал до последнего слова, до последнего вздоха – правда. Правда, что наша Родина не на земле, а там, на небе, что, следуя за Христом, живя благочестиво и праведно, любя ближнего и чтя Бога, мы туда обязательно попадем. Где, по слову преподобного Исаака Сирина, любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Пред Своим вознесением Христос дал апостолам три обетования, три обещания, что Он прибудет с ними до скончания века, что Евангелие будет проповедано по всему миру. И самое главное, что через десять дней по вознесению на апостолов снизойдет Святой Дух, и будет основана Церковь, через которую спасутся все верящие в Него. И все это сбылось и сбывается на наших глазах. Христос победил мир, и этой победой завоевал нам рай. Поэтому и день Вознесения Господня не грустили апостолы. Поэтому праздник Вознесения в Церкви служит в белых облачениях, символе обетованных нам райских одежд. Поэтому и мы в этот день радуемся. Ас есм с вами, ничтожи на вы. Христос с нами, никто не может нас победить. Поется в кондаке праздник. Быть всю жизнь со Христом и наследовать Царство Небесное. Вот о чем говорит нам праздник Вознесения. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok